Пожалуйста, если кому-то будет плохо, возьмем какому-то, ну, все плохо. Значит, я зовут Антон Палакерев, представляю компанию CELADO. Значит, мы принимаем решениями четыре фиктатора, которые пишем «Дережес», «Бизнес и Дережес». Значит, у нас была задача провести секретацию клиентов по типу предпочитаемой сделки. Значит, подобные задачи в основном сейчас решают банки, потому что у них очень много данных, да, то есть у них собрана информация по транзакциям, по исчерпанию кредитных линитов, там, ну, в общем, банки видят и знают практически все, что там делает их клиент. Соответственно, клиентская база у них большая, высокая степень оцифрованности всего этого, соответственно, есть возможность работать с данными. В других отраслях не так это активно применяется, в большую силу того, что большая часть информации, она где-то записана у менеджера, там, ну, в CRM-ках, это не всегда в лучшем случае в CRM-ках, да, то есть иногда это где-то там в блокноте или в Excel-е. Бывает, что часть информации как-то она разрознена, и даже вот по нашему опыту там в очень-очень больших компаниях, скажем так, бывают ситуации, когда данные там из Salesforce, там, из SAP, они друг с другом не смечены, и даже если они смечены, то есть там масса устаревших данных, то есть мы вот в Раунбахам, ну, свершаться не BI-системой со мной, там очень-очень большой компанией, да, которая медицинским оборудованием занимается, выяснили, что у них из 11 тысяч оборудования под 20% нет текущего статуса, то есть у них всего там 11 тысяч оборудования, по России установят 20% всего оборудования, они не знают, ну, статус там, на гарантии оно сломано, работает, когда последний раз общались с точкой, то есть для них это достаточно было, ну, такое, не очень приятно, неожиданное, но важное открытие, то есть, которое мы получили результатом в начале работы. Значит, в данном случае в отрасли это была строительная техника, то есть клиент был, клиент, международная компания по производству строительной техники, значит, и у них была клиентская база, у основного их дилера, клиентская база была там порядка 30 тысяч клиентов, у них было несколько, десятки видов КП, то есть там, допустим, продать технику, продать киопризинг, продать старую технику, там, выучную, выкупить, наоборот, технику, предложить там какую-то раскрошку и так далее, то есть, короче, там, предложить там такой-то вид гарантии, в общем, вот, в совокупности там порядка, по-моему, 25-30 видов вот этих коммерческих предложений было, вот, при этом количество техник, которые можно было предлагать клиенту, их тоже было там несколько сотен на различных квалификациях и так далее. Соответственно, менеджер продажи, ну, как у них это работало, менеджер продажи просто звонили там, ну, вот, по базе спрашивали, а вам что-нибудь нужно? Окей, ничего не нужно, спасибо. Вам что-нибудь нужно? Ну, что вам нужно? Ну, и так далее. То есть, вес, скажем так, достаточно вслепую, глядя на то, кому что предлагать. Единственное, что могло улучшить ситуацию, это не как раз опыт менеджера, да, которые, ну, там, проработать несколько лет, уже знали там, как-то, кому какое хп может сделать, и либо по истории, ну, по личной истории взаимодействия с клиентом они знали там, какую-то ситуацию. Соответственно, ну, конверсия какая-то была, в принципе, она была, наверное, для них не плохая, но хотелось что-то улучшить. Значит, когда начали, ну, смотреть, работать, изучать, что есть, над чем можно работать, выяснили, что данных, да, с которыми можно работать, их не хватает для того, чтобы вот решить ту задачу, которую они изначально поставили. Значит, история, которая более-менее качественно собиралась, то есть, которая может было выгляти там, она была менее двух лет, если учетом того, что цикл продажи достаточно большой, и покупки совершаются там, ну, не ежемесячно, а там, как раз раз в несколько лет, то период вот этого вот, то, что у них история за два года, он достаточно был, ну, маленький. Соответственно, данные находились в разрозненных, сегментарных каких-то кусочках, то есть там часть была в Salesforce, часть в SAP, часть еще в каких-то таблицах, соответственно, часть была у вендоров, у производителей, часть была у киллеров, соответственно, там часть была у компании, которая собрала телеметрию там, ну, там, выработку часов, расход топлива и так далее, то есть это еще где-то находилось, вот, и часть информации просто отсутствовала, то есть там, например, история, там, когда клиенты предлагали там какую-то услугу, там, на уровне, допустим, там, лизинг или еще что-то, она просто в сезон не впадала. Но это, в принципе, мы были к этому готовы, потому что по нашему опыту вообще это одна из самых-самых больших проблем разработок каких-то моделей, да, то есть данных практически не хватает, и культура работы с данными, ну, их как каковой нету, либо она только зародилась, соответственно, ретроспективно данные восстановить нельзя. Значит, таким образом задача была немножко скорректирована, да, то есть мы поняли, что из тех данных, что есть, мы смогли, ну, мы можем решить три задачи, да, мы поняли, что мы можем понять, какую, если речь идет о продаже машины, да, то мы могли сказать, какому клиенту, и более вероятно, сделка срастется, и именно какую модель ему нужно предлагать, чтобы он ее купил. Вот, третья задача была, у нас было много моделей, и если нам нужно продать там конкретную какую-то модель, там, это новая, или там просто на складе, там скопилось там 20 машин определенного типа, задача была програнжировать клиентов по виду, ну, как бы, кто, вероятнее всего, эта модель будет. Соответственно, для решения данных задач информации было достаточно, и, соответственно, мы приняли за обработку данных. Значит, были собраны в ряд признаков, они были разделены по кругам, да, то есть были общие данные по компаниям, то есть вот по этим 30 тысяч клиентов, то есть у нас там был их ИН, да, соответственно, и по ним были собраны данные по, ну, все, которые открыли, там, маквэд, география, количество сотрудников, выручка, прибыль, ну, хорошо, все, что можно спасать из интернета, да, и, соответственно, по этим данным. Были собраны в ВИНЛОС информация по сделкам, да, то есть тому, какие предлагали, что приняли, что не приняли, и были какие-то конкретные данные, то есть у дилера была информация по парку машин, по, там, каких-то, ну, предыдущим историям сделок, там, по тому, какие услуги они еще там принимали, там, какие машины были на гарантии, как часто они там покупают душные и так далее. Соответственно, ну, там, получилась достаточно такая обнушительная, там, несколько вот этих клиентов получилось, там, ну, несколько десятков, в принципе, это уже было достаточно для работы. Данные были преобразованы, там, бинарно очищены, дополнены, где каких-то чего-то не хватало, данные были нормализованы, и, соответственно, по итогу у нас на каждого клиента получилось порядка двух тысяч признаков, ну, это уже чисто математическое, то есть они для человека смысла не имеют, это чисто математическое, то есть около двух тысяч параметров для каждого клиента. Соответственно, ну, у нас это заняло где-то, где-то месяц они собирали эти данные, потом где-то еще недели три мы их вот приводили к такому виду, с которым можно было работать. Соответственно, из всего того, ну, как разобрать методов машинного обучения, мы использовали метод регрессии, метод классификации и классификации. То есть метод регрессии мы использовали для настроения вероятности, для ранжирования клиента по вероятности, что он примет какую-то сделку, классификацию мы использовали для понимания, какую модель ему предлагать, и, соответственно, классификацию мы использовали для вычисления, какому клиенту предлагать данную модель. То есть, пробовали мы, конечно, гораздо больше, но это то, что в результате у нас получилось, имеет смысл и больше. Тут часть данных урона, но смысл в том, что на выходе у нас получилась вот такая табличка, что вероятность продажи данной машины такому-то клиенту, вот там, типа 11, да, 12, 11, то есть они были разжированы по углеванию. Соответственно, чем выше вероятность, тем больше шансов того, что клиенту дал. Какой профессионал получил? Вот здесь у нас получился вот это вот прям... То есть, это такая самая большая, 2, может быть, вероятность? Вероятность 2, она там чуть больше была, то есть там, когда мы вычисляли, то есть это была, то есть была модель, когда, точнее, да, модель говорила, что там человек может купить, там, по-моему говоря, 2 машины данных, да, то есть при этом, ну скажем так, мы не могли сказать, там, может ли он реально купить эти 2 машины, да, только 2 бизнеса. Да, 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 но... Увидишь такие ужасы? Да, то есть верхняя граница, она, ну как бы, она не ограничена. Вот, в реальности у нас получилось, что там, типа, словом говоря, там, действительно там кто-то мог купить там 2,5 машины. Вот, мы это трактовали как вероятность того, что данный клиент вообще как бы готов к сделке, да, то есть он готов покупать. То есть это для нас такая плава для разбирания. Значит, картинка по выбору клиента по модели, да, то есть, соответственно, когда нужно было понять, какому клиенту какую модель предлагать, соответственно, это вот, вот этот метод, да, реализация, то есть это метод обучения без учителя. Значит, вот это все кружочки, это все клиенты, зеленые, это те, кому сделка не предлагалась, синие, те, кому предлагалась данная модель и он согласился на сделку, красные, те, кому предлагалась модель и он не согласился. Соответственно, ну, такая модель заключалась в том, чтобы распределить всех на клиентов, по каким-то, пока заведомо неизвестно нам параметрам, но так, чтобы те, кто купили и те, кто не купили, они находили друг от друга как можно дальше. Вот, соответственно, таким образом мы получили, что, в принципе, красные, те, которые отказались, они достаточно сильно друг на друга похожи, и можно вытереть, что вот, там, синие тоже есть, между ними есть много общего. Соответственно, дальше, если мы хотим понять, кому предлагать данную модель еще, то нужно брать вот кружочек зелененький из тех, которые ближе к синим. То есть вот эти зеленые, скорее всего, откажутся, вот эти зеленые, скорее всего, согласятся, потому что они очень похожи на тех, кто тоже согласился. Соответственно, плюс модель предоставила как раз веса различных параметров, то есть это вот параметры, по которым мы вообще сравнивали, то есть это вот те одни, там, десятки, да, и, соответственно, вес, то есть там клиент, у которого, там, весь парк на гарантии, там, скорее всего, он примет нашу модель, клиент, у которого в парке есть вот эта модель, там он тоже, вероятно, примет. Там клиента с такими акветами, ну и так далее, то есть там, почему-то там данную модель любит, например, там, Самарскую область или, там, любит подкоростный. Плюс есть отрицательные риса, то есть там, бывает, там, ряд акветов, которые, там, точно не годятся, или ряд регионов, которые, там, данная модель не подходит. Данная разбивка, она важна была клиенту для, как раз вот, анализа того, ну, условно говоря, они по этим параметрам смогли понять, например, там, в каких у них регионах, там, лучше менеджеры работают, да, то есть в каких регионах, там, а в каких, там, плохо, да, то есть на что обратить внимание. Сумели понять, ну, какие-то, там, дополнительные, там, по виду деятельности компаний, там, топ-предложений или, соответственно, какие-то, там, топ-продажи, или, там, они поняли, что, когда на замену одной модели, там, придет вторая, то, соответственно, вот, ну, кому вот эту новую модель, по которой еще вообще никакой нет информации, кому ее в первую очередь предлагать. Вот, соответственно, это вот была вот эта вот модель кластеризации. Что в итоге у нас получилось? Значит, соответственно, мы это все в, там, ну, в начале года это делали, в апреле мы как бы все отдали, все готовое. Вот, соответственно, в мае был, наоборот, на месяц раньше, в марте мы все закончили, в апреле у них был вот этот вот контрольный опцион, соответственно, и получилось то, что их, там, двух тысяч банков, то есть, это, ну, в принципе, достаточно выборка для проверки нашей системы, вот, получилось, что конверсия отличается от их стандартной средней, которая у них была как принята за норму, на сорок процентов выше, то есть, был звонок, ну, там, из двух тысяч банков, соответственно, там, сделать было на сорок процентов больше, чем они ожидали. Вот, это, на самом деле, откровенно говоря, для нас было довольно неожиданно, потому что вообще, на самом деле, вот, как правило, с первого раза, ну, получается, не всегда хорошо, да, то есть, выбираются гипотезы, которые потом нужно, там, ну, округлить, которые нужно корректировать, которые нужно, ну, скажем так, как-то модифицировать, да, то есть, наша программа минимум была, хотя бы, ну, хотя бы, чтобы наша модель была не хуже, чем то, что их стандартная, вот, соответственно, у нас сразу получился хороший результат, мы были очень рады, клиент был очень рад, вот, после чего решили, там, вот, развивать эту историю дальше, то есть, мы сумели, там, у этого диллера... То есть, со следующего раза вы можете потенциально еще вот два... Да, то есть, на самом деле, мы, ну, как бы, точно это сделаем, потому что сейчас, как я говорил, у нас было очень мало данных, то есть, ну, то есть, идея такая, то есть, у клиента были разбиты, вот, вот, их, вот, клиентская база, там, 30 тысяч, вот, на самом деле, там, кроме них были, была еще база, там, клиентов, про которых они знают гораздо больше, то есть, там, была категория, там, А, В, С, вот, С, это, вот, условно говоря, там, такие совсем, ну, такая, совсем, условно говоря, холодная база, про которых они мало что знают, с которыми они не особо, ну, работают, так, раз в год они прозванивают. У них есть база знаний по клиентам категории АВЭК, которых они знают гораздо больше. У них собрана вся телеметрия, как у них работает оборудование, гораздо большую историю с дела. Но они пожадничали с этими данными. И вот сейчас мы их убедили в том, что модель работает. Соответственно, они теперь нам дадут эти данные. Похоже немножко на то, как мы говорим, что нам понравились 5 фильмов. Нам говорят, что тогда тебе точно вот эти еще понравятся. Потому что у них есть информация по пользователям, которые много-много смотрят, какие-то лайкают, какие-то дизлайкают. И вот сейчас у нас была информация по пользователям, которые лайкнули по 5 фильмов. И дальше нам предлагают какой-то 6, и вероятность того, что они угадают, она не очень большая. То есть если Netflix угадывает точно, потому что у него информация есть по тем, кто давно в системе, кто проводил десятый фильм. Вот. Сейчас нам дадут данные те, про кого есть большая история, история сделок. Соответственно, мы обогатим нашу модель объемом данных где-то в автор раз больше, чем он есть сейчас. И, соответственно, мы рассчитываем на то, что у нас сейчас так оптимистично мы рассчитываем на то, что конверсия раза в два реально вырастет. Потому что потенциал к этому есть. Вот. Ну, плюс, соответственно, будет проводиться дальше обучение на основе того, что наша модель предсказала, чтобы клиент купить, то он, например, не купил. То есть это тоже большие знания, как мы сумеем скорректировать нашу модель, ее тоже обучить, чтобы она была еще точнее. Вот. Но это вот, соответственно, план на лето-осень, пока сработано. То есть мы продолжаем, чтобы клиент работает. Вот. Соответственно, потом расскажем, может быть. Вот. В принципе, все. Какие-то вопросы? Что-то было непонятно. Да, есть вопросы. Я сначала задам. Вот если бы к вам пришла еще одна подобная компания, какая примерно стоимость внедрения такого решения, с учетом не только вашей работы, но с учетом того, что они готовятся, данные выбирают. Надо же компанию полностью расстабельно социализировать. Да. Значит, ну, мне оценить стоимость подготовки данных для компании тяжело, потому что у всех разные уровень. Ну, изначально подготовки, да, то есть у данного, а клиента, соответственно, я говорю, да, у них был SAP, у них был Salesforce, у них был там внешний источник данных. Человек и месяц, может быть, вы знаете размер данных, которые готовят? Я знаю, что эти данные готовили два человека в течение месяца, но у меня есть подозрение, что, ну, по факту, они, наверное, неделю тут занимались. Ну, потому что, так, по козыным признакам. Вот, то есть, потому что там постоянно называют, что мы говорим в этой загруженности и так далее. Сложно было скользко написать. А? Скользко было сложно написать. Да, да, да. То есть, не, ну, там, там проблема с тем, что, как я понимаю, им нужно было их, как сказать, они очень, всегда, когда речь о данных идет, да, все очень боятся, что их кто-то утащит, да, то есть, к чему вообще пришлось? То есть, надо договор с производителем, мы работаем с дилером, потому что, то есть, данные нам давал дилер, потому что производителя, они вообще не имеют право никому давать данные, то есть, мы можем работать с их данными только на их территории, там, за их ноутбуком. То есть, поэтому, чтобы избежать, ну, как-то, чтобы вообще нам что-то можно было дать, им пришлось уговаривать дилера. Соответственно, дилер, как-то, изначально скептически очень к этому относился, то есть, ну, как-то, то есть, только вот, я говорю, только после результата они, как-то, проявили какой-то интерес, там, руководство как-то заинтересовало, да, то есть, их, соответственно, ну, лучше пошло, вот. А изначально очень они были ленивые и, соответственно, вот, убеждать, уговаривать, что, ребята, там, давайте нам, пожалуйста, вот эту информацию, то есть, это было непросто. Иван, а со стороны команды разработчиков какой-то объем трудозампрат, если не секрет? Ну, вот, я говорю, то есть, у нас тоже это включился где-то чуть больше, ну, наверное, в совокупности где-то два месяца, то есть, первое у нас, получилось, мы обрабатывали вот эту всю информацию, ее собирали, и потом месяц... Сколько у вас человек в кармане, наверное? Одно проекты, три человека работали, то есть, три человека, это два, ну, как, у тебя шесть человек в месяц, да, то есть... Ну, тоже, это не стопроцентное было выключение, то есть, там, ну, наверное, где-то половина... Давайте попробуем, какими-то рентабельными, допустим, у нас у этого продавца, да, 30 тысяч клиентов, за год он обрабатывает 5 тысяч клиентов, средний чек, там, он продает на миллион рублей, да? Это... Я думал, у них дорога, там, дорогой оборот. Ну, в общем... 10 миллионов рублей, да, в этот год он продает тысячу единиц. Ну, по моим оценкам, у них, скажем так, с одной и той продажи, у них этот проект как у бизнеса, на самом деле, то есть, там, с точки зрения рентабельности, он, ну, как бы, сильно-сильно успешен. Это вот я намекаю к тому, чтобы аудитория слышала, какая сейчас рентабельность у таких технологий, да? То есть, вы вкладываете, буквально говоря, несколько человек месяцев, если там... Ну, это, скажем так, 100 миллионов рублей, скажем так, да, вот по нашим. Вот вот данная задача в рамках нашей... Я не знаю, опять-таки, поскольку у них это сто, я не думаю, что это было гипердорого. То есть, на самом деле, по факту, вот та работа с данными, которую проводит компания, ну, это просто исправление ошибок, да, то есть, у них она априори должна быть. Ну, скажем так, что у них происходит с текущими клиентами, да? То есть, они априори должны знать, там, когда нужно там следующему звонить, историю сделок, даже без относительно того, хотят они применять машинное обучение или нет. То есть, поэтому это, это, скорее, такие капексы, да? Можно следующий вопрос? Да. У вас какой-то бизнес в этой сфере, да? На машинный бизнес. У вас есть вот такой крутой кейс, где у вас там рентабельность проекта, я не знаю, там, сотни тысяч процентов получается, да? Ну, большой вопрос. Да. У вас есть какие-то новые потенциальные проекты, которым тоже надо что-то подобное? Ну, как вы сейчас этим занимаетесь? Просто я говорю, ну, проект, по сути, вот этот, там, совершён, там, вот только-только, да? То есть, в апреле мы узнали, что как, ну, да, что всё очень круто. Соответственно... В первую очередь ещё не стоят? А не все ещё знают, что так получилось, вот, соответственно... Как вы будете же построить параметры? Будем просто... Я, ну, как бы, основной инструмент, я вижу просто, про рассказывание, да, что это есть. То есть, тоже контент-маркетинг, то есть, какие-то... То есть, я сейчас просто пишу разные статьи, то есть, мы сейчас вот читаем, там, в том числе, лекции, там, студентов, да, чтобы они тоже априори знали, что это возможно, что это хорошо. Короче, ещё вопрос есть? Каким... Так, давайте по очереди. Так, поднимайте руку, я буду подходить. А вот вы сказали, студентов вам читаете. Каким студентам идея, ну, можно ли это увидеть, послушать? Ну, тот, который курс мы сейчас, вот он заканчивается на следующей неделе, это Миссис, там, специальный курс для... Ну, у них там... Я, честно говоря, не помню, как целиком курс называется. Нас пригласили просто с точки по машинам обучения прочитать. Но у них там что-то, как-то, типа, artificial intelligence или просто работать с большими данными. Вот. Но это тоже важно, чтобы просто те специалисты, которые выходят, чтобы они уже знали, что есть такой инструментарий, а дальше они могут идти в разработку, они могут идти на сторону клиента и внедрять уже эти вещи. То есть, просто важно, чтобы люди знали, что это не фантастика, что это просто математика, которая работает. Вот, и всё. Спасибо. Простите, может, не пропустила, сколько примерно в рублях бюджет получился для клиента? Вот, до можно размыть информацию. До миллиона рублей. Прекрасно. Следующий. А какие технологии используют для обработки? В фитомовской библиотеке. Обычные там, ну, байс, как сказать, лерн, то есть, чисто, то есть, обычные фитомовские стандарты. То есть, самая сложность была, скорее, на уровне, ну, да. Скейлёр? Да, да, да. Да, да, да. То есть, на самом деле, самое сложное, вот в этом проекте, это было, если честно, то есть, математика сама была довольно простая. Самое сложное, это было, вот, переводить бизнес-задачу на язык, как бы, разработчиков и обратно. Потому что, просто были ситуации, когда, то есть, сидели разработчики у клиента, клиент рассказывает, рассказывает. Там, ну, час идёт это самое. Всё, ну, как бы, я понял, клиент все понял, всё, все подкинули, хорошо. И, значит, ну, как, основной разработчик задаёт какой-то вопрос, по которому понятно, что он не понял вообще ничего. Вот, то есть, соответственно, я там, ну, как бы, говорю, да, всё, всё нормально, хорошо. И я им потом, там, ну, там, за полчаса объясняю, что реально нужно делать. То есть, вот, вот это, ну, вот первая проблема – это плохие данные. И вторая проблема – это слишком разные языки. То есть, люди, которые на языке математики отлично излагают, могут реализовать всё. Они не понимают, что нужно сделать. А именно, вот, люди из бизнеса, они знают, что им нужно, но они никогда, как эту задачу правильно поставят. Вот, это вторая такая важная проблема, но вот потихонечку её постоянно решают. Так, у кого ещё вопрос есть? Адрес Селусь, видите? Адрес Селусь. Слайд с контакта. Сайд, сайд в начале был. Какого есть адреса? Селадова. А, Селадова? У меня зло это название фирмы. Адрес Селадова, да? Да. Собственно говоря, а у сайтов тоже не так. Мы, скажем так, ну вот этим занимаемся где-то, наверное, полтора-два года. Более плотно, ну, последний год, соответственно, сейчас мы сначала сделали несколько проектов, поняли, что да, это хорошо работает. Вот, и потом уже начали это оформлять уже как, ну, как бы бизнес настоящий. Ну, и вообще у нас вторая такая. Мы начинали как издательство книг много лет назад. издали ровную научную фантастику 2016 года. И автор вот этой научной фантастикой сейчас наш основной разработчик. Я вот это спросил, как вы вот в отрасах пришли, да? Ваш друг граунд. Вот. Ну, очень такой путь был непростой, то есть, ну как, сложный. То есть, мы, я начал в 2011 году, как корпоративные записаны издавали всякие газеты для, значит, там, дочек Газпрома, РЖД, то есть там, пенсионный фонд. Причем это было так, ну, скажем так, это было немного нагло с моей стороны. Я просто выходил во всякие тендеры, ну, гостендеры, которые там какие-то компании пополняли уже много-много-много лет, где-то я приходил и говорил, что буду делать я, короче, поскольку там аукциону позволили за счет демберга выигрывать, соответственно, мы тогда все выиграли, меня очень многие обижались, но, как бы, мы при этом хорошо все делали. То есть, ну, с низкой маржой, но... Каково машинное обучение попало? Потом мы диферсифицировались в интернет-маркетинг, там, потом... Ну, короче, мы занялись веб-разработкой, просто чисто вот, я понял, что бумага на нажимается, надо куда диферсифицировать. У меня образование техническое, на самом деле, я мифи закончил, и второе высшее у меня тоже с мифи, экономическое. И, соответственно, уже веб-разработку, а из веб-разработки там уже очень близко оказалось до машинного обучения. То есть, я просто начал на Курсере смотреть какие-то курсы, как хобби меня зацепило, и я начал... И сколько лет вы смотрели курсы? Не, ну, пару месяцев я посмотрел. Пару месяцев можно уже делать конкретно. Нет, ну, я начал, соответственно, начал, я заинтересовался, потом я начал собирать, вот, как бы, команду, которую уже, там, много лет смотрел. Эти курсы, на самом деле, на мой взгляд, Курсера, это один из основных, наверное, источников знаний, потому что те курсы, которые вот оффлайновые, даже российские, я видел, у меня коллеги ходили, они не заценили, соответственно. И, вот, скажем так, все мои, там, товарищи из этой, ну, как бы, кто-то занимается машинного обучения, там, кто, причем, работает, там, в ВТБ, в Альфе, в ИБМ, они все начинали с Курсера, как бы, и вот дальше уже просто практический опыт. Вот, так что, в принципе, это достаточно неплохо. Есть следующий вопрос. Можно наоборот сделать? Ну, после вашей практики, начальника, надо задаться, как-то теория... Может быть, да. Такое тоже, наверное, бывает. Да, кстати, это хороший. У меня такой вариант тоже есть. То есть, есть один товарищ, он занимается... У нас был, наверное, первый как раз наш кейс, это был этот чат-бот для... Телеграмм, если чат-бот, телеграмм-бота не был запрещен, для дела логистики. То есть, логистика, ну, как бы, запрашивал в классе запрос, там, типа, нам нужна красная шапочка, например, или красная, там, красная куртка на складе. А в номенклатуре красной куртки нет, есть красный плаш. И у них, они как-то потратили целый день, они искали эту красную куртку, им для промо-акций было нужно что-то очень срочно. И они ее не могли найти. Там был дикий скандал, в итоге все поехали на этот склад, нашли эту дурацкую куртку, которую они называли плащом. И, соответственно, после этого они поняли, что у них что-то не так с системой управления этим складом. Вот, и мы для них написали бота, который, значит, то есть, он пишет, я хочу, там, красную кепку. И ему говорят, там, типа, кепки нет, есть там шапка, бейсболка, короче, там, красная. Ну, их там нужна, там, мужская, там, не знаю, мужской, там, плащ какой-то. Или, там, мужская рубашка, да, ему говорят, там, рубашки нет, есть мужская майка, там, и так далее. Ну, вот, это было первое решение, вот его реализовал, соответственно, мой товарищ, который вообще про теорию вообще ничего не знал. То есть, он просто все время на практике, там, писал телеграм-фотов, вот, и любил играть с Ворту Веком. Вот, Ворту Век – это библиотека для, как раз, понимания смысла слов. Вот, такое тоже бывает, да. Вот, Вы сказали, что одна из основных проблем было, вот, перевести с человеческого на программинский, да. А как Вы решали, был ли у Вас, там, бизнес-аналитик, системный? Ну, вот эту роль я выполнял, потому что, как раз, ну, у меня просто повезло по образованию. У меня, так как бы, технически, я понимаю, ну, что-то за программинку не так хорошо, как там наши работники, но и экономическое образование тоже есть, которое позволяет, как раз, я понимаю, что люди хотят. То есть, я вот это перевожу. То есть, по-другому, я не знаю, как это, значит, решается, но, наверное, только вот так. То есть, должен быть в команде кто-то, кто умеет изоброграммить и понимает, зачем это нужно. То есть, по-другому, наверное, никак не решается. Как дипломинг происходил? А что? Как дипломинг происходил? То есть, это все рэмки, там, ведущий процесс назначения, там, заявок, там... Да, мы им отдали Excel. В Excel был перечень, значит, просто клиентов с вариантами, кому какую давать. То есть, они также спросили, то есть, скажем так, именно... Кому какую-то, скажем так, кому из селзов какую? Нет, в селзе они выбирали сами кто-то. Мы сказали, какому клиенту, какие там варианты, там, помню. Ну, какой товар. Да, да, да. Какому клиенту, что нужно предложить. Какой товар. Так вот они проверяли. Соответственно. И, соответственно, клиенты были ранжированы по вероятности сделки. То есть, я отношусь к проактивной продаже. Правильно? То есть, вот есть клиент, он только когда-то прощался, он был в продаже, и можно его активировать. Типа того, да. То есть, можно сегодня, можно завтра или сразу. То есть, это не входящий звонок, когда... Да, это не входящий, да. Это было именно вот, да, проактивное. То есть, у них, они ежегодно там обзванивают, как клиентов, да. То есть, ну, такая же структура, то есть, у них есть, там, клиенты, которых они, там, раз в год обзванивают. Вот эти 30 тысяч, условно говоря, раз в год они обзванивают. Соответственно, они звонят, и вот на уровне, там, что-нибудь нужно, не, ничего не надо, все, спасибо, задай, задай. В данном случае, соответственно, мы не сказали, в каком порядке кому звонить и кому что именно предлагать. Так вот, мне показалось, или вы говорили, что вы менеджеров тоже сегментировались? Кому-то не показалось? Нет, это мы, как бы мы им отдали, мы не знали, что у них там внутри, это как раз одна из тех вещей, что типа, не ваше дело, то есть, ими было с конца. А мы поблагодарим Антона.